привет девчонки меня зовут инна в комментариях девушка написал что она не поняла как сделать молочную базу поэтому покажу сегодня как сделать молочную базу если у вас ее нет можно сделать ее самой ничего сложного в этом нет что нам для этого понадобится я буду использовать контейнер я использую его для замесов или для остатков пушер база белый гель-лак любой какой у вас есть есть у меня баночки для замесов еще вот такие большие но большую эту я использовать не буду так как мне много базы не нужно я замешаю ее совсем чуть-чуть добавляю небольшое количество прозрачной базы совсем небольшую капельку белого гель-лака гель-лака белого лучше берите совсем чуть-чуть и пробуйте если вас не устраивает консистенция может добавить добавлять еще по чуть-чуть девочки озвучиваю на балконе вы можете слышать шум проезжающих машин вот что у нас получилось также можно сюда добавить капельку цветного гель-лака и сделать эту базу цветной давайте попробуем вот капнуть капельку такого цветного гель-лака посмотрим что у нас получится в прошлом видео я делала цветные базы прозрачные они как витраж получились но я смешивала с пигментами неоновыми а здесь решила с гель-лаками с гель-лаками я тоже уже делала замес смотрите какой приятный нежненький замес тут на пушере не особо видно в контейнере вот вам там лучше видно можно в них намешать еще любые втирки какие у вас есть блестки вот эти блестки я покупала на алиэкспресс мелкие давайте и дабу добавим сюда они с зеленым переливом там несколько переливов но преобладают зеленые тоже блестки тоже добавляйте по чуть чуть лучше добавить чем переборщить сразу ну если переборщили конечно можно добавить также снова прозрачную базу чтобы размешать вот смотрите как нежненько переливаются она сама по себе уже была красивого нежненького оттенка а с блестками заиграла еще больше по-другому нанесем на прозрачную типсу просушим посмотрим перекрою топами покажу вам что у меня получится все подписала и оставляю этот замес в контейнере вот так вот он выглядит на типсе вот эта база еще савилент она желтизну дает она мне не очень нравится поэтому я ее так использую для экспериментов и на типсы пытаюсь показать вам со всех сторон как переливаются блестки в базе вот у меня есть замес фиолетовый ну не фиолетовый скорее сиреневый я так и не исправила не подписала я этим замесом наращивала ногти здесь у меня добавлено капелька серого гель-лаков прозрачный гель и капелька молочного геля также можно сюда добавить блестки любые втирки вот у меня в тирок куча эти и в тирке я покупала уже давно так что ссылку не знаю найду на них или нет там где покупала я ссылка уже сгорела если найду похожий оставлю в распродаже я покупала гель на алиэкспресс вина лиса прозрачный специально для замесов также банки эти я покупала на алиэкспресс для тех же целей для замесов давайте сделаем небольшое количество замеса беру прозрачного на глаз много брать не буду потому что мне много не нужно такой такого цветного геля который я сейчас сделаю возьму капельку белого геля для наращивания небольшое количество также пробуйте мешайте только добавляйте по чуть-чуть основное количество прозрачного геля а все остальное добавляйте по чуть-чуть также можно белый гель лак если нет белого геля только тоже количество небольшое гель лака или гель краски получилось то что мне нужно и добавлю капельку розового гель лака кто не видел наращивание сиреневым гелем можете посмотреть у меня есть несколько пять по моему видео с наращиванием с этим гелем и ногти относились у меня отлично отлично вот такой вот тоже нежный розовый получился гель получился гель если мне хочется насыщенности я добавляю еще все перемешиваю все перемешиваю тщательно пузыри которые образовываются при смешивании они потом выйдут можно оставить замес крышкой накрыть но не закрывать плотно и они выйдут и здесь добавлю втирку это втирка с розовым там розовые переливы они там несколько их переливов но преобладают розовый красиво переливаются втирка с втиркой смотрится совсем по-другому сейчас нанесу на типс и покажу вам на типс вот видите пузыри но они потом выйдут их можно ли проколоть апельсиновой палочкой наношу сначала тонкий слой и поставлю каплю побольше ну тут я сделаю возьму каплю побольше чтобы показать вам оттенок какой у меня получился просушу минуту перекрою топом также здесь я добавила втирку можно добавить блестки они конечно оседают со временем перед использованием их нужно будет перемешать гель у меня получился совсем такой розовинка это где-то она еле-еле заметная получилась просушила перекрыла топом вот так вот что у меня получилось это база которую мы с вами замешали это цветные базы которые я замешивала в одном из предыдущих видео если вам интересно можете посмотреть я делала замес с неоновыми пигментами и м и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok